Всем привет! Сегодня у нас на обзорчике вот такая вот реплика на Квантум в исполнении Декории. Комплектуется нож вот такой сумочкой с логотипом Декория. Открывается, а также в комплекте идет ключик для раскручивания с одной стороны заднего винта и с этой стороны для раскручивания осевого. Сумочка пошита из неона, имеет возможность крепления на пояс или на рюкзак куда-нибудь. Ладно, сумочку в сторону. Давайте коснемся самого ножика. Ножик. Заявленные материалы. Д2 на лезвие. Маркировки никакой нету, что это Д2, но заявлено Д2. Также заявлено, что рукоятка из титана. Но вот я не знаю, такая обработка титана и вот по ощущениям, скажем так, не совсем обычный титан. Тут какой-то сплав хитрый. Я его первый раз встречаю. Возможно, эта обработка такая типа пескоструйности дает о себе знать. Но в руке лежит, я бы сказал, больше на алюминий похоже, конечно. Но опять же, спорить не буду, утверждать не буду. Присутствует сухарик. Сухарик заходит на начало пяточки. Присутствует такой короткий бэкспейсер. Есть темлячное отверстие. Возможность повесить темляк. Нож собран всего, грубо говоря, один винт и осевой. В середине вот такая вот обработка продольный сатин, рукоятка. На клинке нанесен поперечный сатин. Есть выборка, но не сквозная. В принципе, как на оригинале. Присутствует насечка. В руке нож лежит отлично. Возможно, тут, конечно, можно было бы чуть больше чего его сделать, потому что палец упирается прямо в остриё. Но, опять же, форма клинка мне лично нравится. Что касается механики. Флип ножа отличный. Механика отличная. Тут ничего не скажешь. Всё стреляет. Просто бомба. На плавнике есть хорошая насечка, которая позволяет абсолютно свободно флиповать. Что касается клипсы. Клипсы у нас, я бы сказал, в средней жёсткости. Подняты они сильно высоко. Поэтому на карман садиться будет, ну, не скажу, что легко, скажем так. На зимние брюки или на что-то, навряд ли будет удобно садить. А на шорты, на какие-то лёгкие летние штаны, без проблем. Давайте посмотрим параметры ножика. Ну, ещё, кстати. Вот так он выглядит, размер его, в сравнении с 95-м. То есть, они абсолютно одинаковые. Чтобы было понятно. Это пропорции ножа. Ну, а теперь сухие цифры. Общая длина у нас ножа. 22 сантиметра. Длина режущей кромки ровно 10 сантиметров. В сложенном состоянии ножик у нас 13 сантиметров. Что касается толщины по обуху, то в самом толстом месте у нас 4 миллиметра. Толщина ножа вместе с клипсой 14,6. Без клипсы 12,5. Вес ножика 109 грамм. То есть, очень-очень лёгенький. Что касается сведения. Ставим на 0. Показываю. Ставим на 0,45. Зажимаем. Показываю. 0,45. Тут немножко проваливается. Кончик опять выравнивается. Если ставим 0,5. Проваливается сразу. Поэтому можно сказать, что сведение у ножика 0,4. По всему длине. Ну что. Теперь давайте разберём ножик. Посмотрим, что у нас в середине. До этого нам понадобится комплектный ключ. Достаем. На ключике есть насечка. Что очень удобно. Не надо будет ничего вставлять. Просто берём и раскручиваем. Ну вот. Ножик и раскручен. Разбираем. Бэкспейсер. Как я говорил. Теблячное отверстие. Облегчённая плашка. Правая. Есть проставки под подшипник. Есть сухарик. Сухарик вставлен. Керамический шарик. Клипса крепится изнутри. Двумя винтами. Сам клинок. То есть ножик собран на однорядном подшипнике. Шарики у нас керамические. Давайте проверим. Не магнитятся. То есть шарики керамические. Правда подшипничек маленький. Однорядный. Хотелось бы конечно сюда побольше. Но в связи с конструктивом ножа. Что стопорная блонка обыграна здесь вот таким вот образом. Вот таким образом. Сюда поставить в принципе больше подшипник будет сильно проблематично. С этой стороны вот так вот клинок выглядит. Ну и левая плашка. Тоже однорядный подшипник. Облегчение. Тут как говорится сильно показывать нечего. Есть вот такая вот тут пластиковая проставка. Что с этой что с другой стороны. Проставка пластиковая. Ну все. Тут больше показывать тут и нечего. Все. Собираем ножик и заново включаемся. Ну вот. Ножик заново и собран. Клиночек у нас по центру. Механика осталась на прежнем уровне. Аж страшно складывать его, чтобы палец не сложился. Фрейм заходит на самое начало. Что можно сказать по ножику. Понравилась обработка. Я понимаю, что сатин не совсем практичный. Что на нем быстро останутся царапины. Но смотрится чертовски хорошо. Вот прям когда он новый из коробки. Выглядит отлично. Плюс сочетание поперечного сатина. Особенно мне понравилось на рукоятке этот продольный. Да, он пошарпается быстро. Но пока нож новый придает ему своеобразного шарма. Вообще по исполнению к ножу конечно проблем никаких нет. Все подогнано. Все вылизано. Фрезеровка на высшем уровне. Все классно. Единственное, что конечно мне бы хотелось бы посмотреть такую же версию от Грин Торна в премиальном исполнении. С М390. Я думаю они бы туда впихнули какое-нибудь анодированное обрамление осевого. Что-нибудь еще как-нибудь его придумать. Такую интересную изюминку. А так нож скажем так вживую выглядит. Мне например больше нравится чем на картинке. Я его так на картинке туда-сюда рассматривал. А вживую он мне понравился. Не совсем привычно, что узкая рукоятка. Но зато вес 110 грамм для ножика для лета. То что нужно при полноценном клинке. Тут дальше больше сказать в принципе нечего. Форма клина красивая. Лично мне понравился нож. Ладно, спасибо. Надеюсь кому-то было интересно и поможет определиться.